Доброго времени суток, дамы и господа, продолжаем проходить Народную Солянку 2023 на движке ОГСР. Ну что ж, продолжаем мы тусить на нашей темной базе в темной долине. В прошлой серии, как вы помните, мы наконец-таки дождались медика, открыли бар и сделали много разных дел, пригнали фуру с грузом, которая, правда, взорвалась, но кого это волнует? В общем-то, в этой серии нам тоже много чего пристали сделать. Во-первых, мы получили два задания, это помочь четырем раненым при помощи стабилизаторов, это для медика. Ну и Лис нас попросил проверить место падения вертолета, типа на болотах там где-то вертолет упал, надо будет посмотреть, что там и как. Ну и нужно будет сгонять в темную лощину, как я понял, вот сюда, там поговорить с Бесом, Кротом, вот этой вот всей компанией, Аравой, хотят они открыть там тоже свою мини-базу под нашим крылом, грубо говоря, то есть будет наш филиал такой. Но есть одна проблема, мы работаем пока что себе в убыток, надеюсь, когда-нибудь база начнет, блин, окупать сама себя, ну-ка вот, что у нас тут? Какая обстановка? Расходы ноль, доходы ноль, а что расходы ноль? Кто у нас сейчас на охране? Никого. То есть ты, короче, как я понял, вообще залетных типов на охрану берешь, да? Кто захочет. Ну, помимо вот этих вот долговцев условных, да, постоянных. Но все равно при этом у нас 18 человек на базе, ну ладно, база сама себя охраняет, в принципе, я согласен с этим. Че по репе? Наша репутация великолепная, нас считают чуть ли не самой безопасной зоной в нашем регионе. Вау, слушайте, репутация эта база выросла, вот бы еще бабки сюда текли, екарный бабай. Ладно, жирные, пропускай давай. Остается мало медицинских средств. А че же наши, сука, аптечки покупают, а деньги не текут в наш счет? Я постоянно вижу сообщение курьера, то что, о, я закупился, возвращаюсь, о, я закупился, возвращаюсь. А где это, где толк-то, е-мое? Как дела? Пока все хорошо. Ну, у тебя-то хорошо, а че у торгашей-то все плохо? Ну-ка, прибыль ноль, торговых ресурсов очень мало. Ты че гонишь? А, нужно срочные ресурсы пополнять, только в бюджете денег таких нет. Ааа, я, кажется, понял, в чем прикол. Помните, бармен же говорил, что чтобы закупиться, нужно 60 тысяч. То есть, как я понял, как только у нас 60 тысяч в бюджете будет, так сразу курьеры пойдут. А прикол в том, что, а где нам 60 тысяч-то высрать? Ё-моё. И тут все встало на свои места. Жирный, отойди. У нас денег сколько? 45 тысяч. Блин, ну я, короче, свои последние деньги вношу, у меня 700 рублей осталось, жесть. Итого у нас 50, и нужно где-то десятку найти. Ладно, пойду сейчас обыщу вертолет и буду надеяться, что там я что-нибудь найду. По поводу раненых, ну, естественно, я это задание сразу не смогу выполнить, скорее всего. Это нужно дожидаться какого-то момента. Но если буду находить каких-то сталкеров, буду стараться делать так, чтобы их ранили. Ну, либо врагов лечить, я не знаю, может это поможет. А что это такое? Это наши... Что? Это наши охранники или посетители? Я вот не понял. Что за два трупа? Или они не заплатили тоже? Ну ладно, ребят, у нас база безопасная так-то. Это просто они не заплатили, как бы. На нашей базе вам опасность никто не создаст, кроме вас самих. Что это тут? Бабушек убили. А, это же я их задавил на фури, я помню. Блин, я так рассказываю об этом, да? Весело. Зомби вот еще давай. Ручку свою. Мне теперь будут постоянно на стримах писать. А помнишь, как ты на фуре бабушек давил? Ну ладно, надеюсь, не будут. Хотя какая это фура? Это КамАЗ. Ну, пофиг фура. Так прикольнее звучит. Так, что за вертолет-то? Это там? Не знаю, ну вроде вот какие-то колеса. Ну, я не знаю, это от вертолета колеса, хотите сказать. Где он разбился-то? Кто такой этот ваш вертолет? Или где его искать? Подожди, может я не так понял. Текст Боров 11. Ладно. Что дает мне данная информация? Похоже, вот он вертолет. Тут всякие ученые валяются. Но тут еще говорили, логово химер имеется. Я, кстати, это задание, помню, в НЛС проходил. Ёпта-мопта. Нормальная темка. Ты где? Хорошо, я еще слышу кровососа. А, а что меня здесь крутит? Ммм, аномалия тут, я понял. Так, а можно мне как-то отсюда выбраться, пожалуйста? Мне бы вот этого ученого обыскать. Что у тебя, мужик? Документы. Судя по записям, ученые везли какой-то очень необычный артефакт. Хорошо. Теперь нужно обыскать второго ученого. Вертолету тоже плохо, как мы видим. Кейс. Хорошо подбираем. Принести найденную лису. Обязательно принесем. Ну и, собственно, вот у нас контейнер высшей защищенности. Стальной контейнер с упавшего на Юпитере беспилотника. На Юпитере, уверен? Ладно. Какие-то багули пошли. Вот, вот. Поэтому мод пока в ЗБТ. Потому что тут есть еще что фиксить. Да, казалось бы мелочи, но все равно. Но приятнее, когда на описании предмета написано именно его описание. А в описании задания написано описание задания, а не текст сборов 11. Что-то я смотрю, сворот пропали пацаны. Но зато в ангаре сидят все еще. Ну да, потому что у нас охраны нету сейчас. Поэтому как-то вот такие, скажем так, необитаемые части базы поредели. А все посетители у нас в баре тусят. Это сразу видно. Мы вот переходим во вторую часть базы. Сейчас, смотрите, счетчик 5. Переходим поближе к бару. Вон, счетчик 18 сразу. Понятно, где все тусят, да? О, еще один незаплативший. И вот еще один незаплативший. Капец, сколько тут незаплативших. Жирный, свали заранее, говорю. Пофиг. Было я возле вертолета. Оказалось, там еще аномалия. Это как ее? Во, лифт. Был, значит. Что там было-то в самом вертолете? Нашел я кое-что. Контейнеры, походу, с арта внутри. Каким именно, не знаю. Не к месту открывать было. И документы какие-то. О, давай сюда будем разбираться. А на крайняк в бюджет базы все пустим. У нас бюджет пополнился. Давай сразу проверим. Черт, я не на тот диалог нажал. А еще у меня все повисло. Ага, и вылет жесткий какой-то. Нет, в бюджет базы пока ничего не поступило. Да, дела. Встало у нас все. Встали все дела. А куда Лис сделался? Не знаю, ну ладно. В любом случае, задание мы выполнили. Теперь пойдем в темную лощину. Там, о, ты здесь. Там, наверное, тоже бабули пригодятся в огромном количестве. А, я не сдал задание, подожди. На этом сохранении. Я думал, я уже сдал. Контейнер высшей защищенности тогда. И доки. Странно, задание выполнилось. Но при этом я все себе оставил. А что мне с этим делать-то? Без понятия. Есть, конечно, цена у этого контейнера. Но странно, короче. Вот это мне. Капец, сколько тут патронов. Они постоянно спавнятся, боже. Какой кайф. Ладно, я не все буду забирать. Вот 500 с собой буду таскать. Мне нормально, в принципе, здорово. Купишь препараты у меня всякие? Ладно, шучу. У тебя денег нет. Может торговцу что-то нашему попродавать? О, а вот сейчас возьмем и патроны с ящика продадим. Вот это я гений, да? Хотя, наверное, это... А вдруг это типа снабжение, там охрана или еще что-то такое? Не зря же она постоянно спавнится. Ну хотя нет, раз спавнится, значит еще раз за спавнится. А я, пожалуй, пойду все продам. Деньги сейчас позарез нужны, чтобы осуществить поставку. Тогда я думаю... Ну не думаю, а надеюсь, что наша поставка отобьется. И больше вот так вот бегать не придется по деньгам. Какие новости? Понятно, 0 рублей, как обычно. Так, ну что? А, ты не покупаешь у меня. Я понял тебя. ПДАшники по 20 покупают. Но у меня никто не берет этот контейнер. А что мне делать с ним? Пока не ясно. Вроде венты грудины, но они какие-то дешевые. Пивандопола могу продать. Коготь химеры за 360. Слезняк. Не, ну с такими конченными ценами. Я не удивлен, что нам никто ничего не продает. Ну ладно, терпим. Блин, а раз у нас нет денег на поставки, какого черта курьер постоянно спамит в чат, то что? О, я несу добра на 195 килограмм и так далее, и так далее. Вонючка. Обманывает нас. Короче, у нас уже, понятно, база, ну как бы без крысятничества нигде не обходится, да? И у нас уже, ну не то, что крысятничество, скажем так, халатного отношения, да, и всего такого прочего. И вот у нас уже курьер для отчетности, лишь бы от него откопались, пишет в чат, что несет хабар крутой. А на самом деле хабара нифига на базе нет. Ладно, идем в темную лощину, посмотрим, что там. Ну что, вот они, филиальщики наши. Смотрите, кстати, какой у них тут вид. Это прям очень красиво. Ой, ты что? Что с тобой? Привет, так и решили приобщиться к нашему общему делу? Ну что-то типа того. Это серый нас всех надоумил. Ему ваша идея по душе пришлась, а тут еще и мужики вокруг про вас заговорили. Ого, что говорят? Мол, наконец-то в этих краях есть относительно безопасное место, где и вздремнуть можно, и хабар продать, да и прозрачную хлебнуть. А что, народ-то правду говорит? Ну вот, серому и пришла идея с вашей помощью, и тут, похоже, уголок сколотить. Договорились, что за охрану я буду отвечать. Вот теперь к народу присматриваюсь, ищу кому предложить можно. Понятно, ладно, пойду еще с остальными побеседуем. Как дела, какие новости? Тоже, короче, у них можно будет тут узнавать всякое. Хорошо, у нас тут еще два человека. Саламчик, мужики. Привет, серый, значит, ты тут за главного будешь? Ну, особо прям главных у нас тут нет, все равны. Я просто взял на себя ответственность за организационные моменты. Бес вызвался в охрану, а крот будет помогать с поставками. Хочу прояснить некоторые моменты на всякий случай. Вы сами организовываете свою автономную базу или будете в сотрудничестве с нами? Ну, вообще, хотели в союзе с вами, что-то типа филиала вашего тут сделать. Все-таки одна голова хорошо, а две, или сколько уже нас тут, еще лучше? С халявой на эту тему уже как раз пообщались. Он подсказал пару идей и по экономической составляющей заодно подтянул. Так что буду тут и деньги считать, и дела вести. Отлично. Что же, тогда нам нужно будет вот какие вещи сделать. Первое. Организовать логистическое сообщение между нашими базами для транспортировки ресурсов. Второе. Организовать тут охрану. Третье. Подыскать вам кого-то, кто будет гостям горючку наливать в стаканы. Тем более у вас тут вон столики стоят для этого дела, грех не воспользоваться. По поводу логистики, поговорю со своими. Может быть, даже нашего курьера использовать будем. Заметано. Ну и мы тогда будем потихоньку приступать к делам. Кроту дам задание до вас добраться, как тут закончим, а серому подыскать людей на охрану. Супер. Халяву попрошу, чтобы вас добавил в наш групповой чат, дабы держать друг друга в курсе о новостях последних. Договорились. Так. Ну, короче, у них все по нулям, им тоже можно деньги вносить, но я пока не буду. Не буду вам ничего вносить. Мне бы самому кто что внес. Ладно. Так. Ну, я так понимаю, нужно возвращаться на базу, да? Говорить с нашими опять. Ну что, вот у нас уже вторая база намечается. Лихо мы. Так это же здорово. Правда, ошибкой известными мы стали, и у нас теперь больше не скромная, тихая и незаметная маленькая база, как раньше. Так что Лису работа до безопасности хорошо прибавилась. Это точно. Слушай, а ты вообще вовремя к нам заскочил? У нас тут мужики пробежались от скуки по запчастям, плюс перебрали все машины на территории нашей базы. Короче, получилось выкупить у вояк тот КАМАЗ, что ты пригнал. А, да? Навели в нем порядки, подлатали, молодцы. Вот он, прямо под окнами у нас тут стоит, глянешь потом. Ничего себе, ну красавцы. А кто у нас водить умеет? Я за него больше не сяду. И об этом мы тоже позаботились. Там рядом с КАМАЗом чел крутится, Жека и зовут. Гостем зашел к нам на базу, да решил остаться с нами. Он как раз и согласился быть водителем. Благо в армии когда ты ему и служил. В общем, можешь теперь к Жеке обращаться, если куда-то доехать надо. Обговори с ним доступные маршруты, он как раз сейчас где-то возле машины крутится. Слушай, ну я прям удивляюсь, как гладко у нас все выходит. Аж даже подозрительно. Я и сам этому удивляюсь. Видимо, сам черный сталкер нам помогает. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну ладно, иди с Жекой пока познакомься, а я с текущими делами займусь. Хорошо? Жирный, свали. Так, ну-ка, чё там за КамАЗ? О, нифига, вы его из воздуха сделали? Отреставрировали? Красавцы. Я могу в него сесть, но садиться не буду. А вот и, видимо, Жека тот самый. Привет, Жека? Ты наш новый водитель, так я понимаю. Привет. Да, он самый. Ну что же, рад знакомству. Меня Меченым звать. Рассказывай, откуда ты к нам попал? А что тут рассказывать? Вернулся с армии, начал искать работу. Туда-сюда, идите на три буквы. Пару лет так и проходил, заманался. Вот в зону за бабками и пошёл, как многие. Только вот никто меня, дурака, вовремя не предупредил, какая тут жесть творится. Мне кажется, даже если бы предупредили, пока сам глазами не увидишь, не поверишь, что тут происходит. Твоя правда. Ладно, слушай, по поводу КамАЗа. Он, конечно, на ходу, но всё ещё в очень плачевном состоянии. Тут нужен механик толковый. А ещё, сам понимаешь, нужен бензин. Ты, если найдёшь где канистры с топливом, тащи сюда сразу. Услышал тебя. С механиком подумаем, топливо тоже постараемся организовать. Отлично, сейчас машину наполовину заправлены. Если куда-то срочно нужно, то можем доехать, авось не развалится. Но про техника и канистры имей в виду. Ага, то есть можно, короче, что за обстановка? КамАЗ полностью в справном состоянии, топлива больше половины. На данный момент информации о безопасных местах нет. Короче, можно, чтобы он меня возил куда-то. Можно в лощину на базу, можно в 100 рентген. Ага, интересно, хорошо. Хорошо, очень хорошо. А с курьером нашим надо побеседовать? А курьер наш свалил нафиг куда-то. Не знаю, куда он постоянно ходит, если у нас денег нету. Жирный, свали отсюда. Попробую с халявой поговорить. А, ну, халява ничего нового, 40 тысяч. Сука, мне 20 тысяч надо. Курьер идет домой, закупился на 197% ресурсов для торговли. В смысле, откуда? Так нет уже денег для поставок или есть? Почему он раньше туда не принес? Он же и раньше писал, тоже вот эти вот странные 197 килограмм. На охране никого нет, но оно и понятно, у нас денег нет. Короче, мы пока что фигней страдаем, я смотрю. Ладно, что тут скажешь? Ничего тут не скажешь. Пойду тогда, наверное, чем, мне на другую локацию сходить, чтобы курьер пришел или как? Надо где-то переждать. Ну, давай в соседнем здании... Ой, блин, что два слова связать не могу? Сори, пацаны, я сонный довольно. В соседнем здании хотел сказать, посплю. Нормально тут тушканы. Обосновались, есть что интересного у вас? Или не спать? Можно в бар сгонять, слушайте. Давайте, я думаю, на камазе нашем реально попробуем в бар сгонять. Во-первых, я там продам всякое, может, что поздаю, может, еще что-то. Там по всяким трейдикам. Надо нам 20 тысяч как-то заработать и вот эти 60 тысяч несчастные добить уже в бюджете, хотя вроде как курьер все равно идет, но на всякий случай, знаете. А во-вторых, возьмем кучу канистр, у меня же там дофига канистр должно лежать в тайнике. У Сидора, я помню, еще довольно много лежало, но я думаю, в бар я тоже что-то должен был притащить, верно? Поэтому будет у нас камаз функционировать исправно, то есть, грубо говоря, у нас фаст-тревел появляется, это очень здорово. Ну, у нас, конечно, еще для фаст-тревела будут телепорты потом, какие-то за артефакты, какие-то просто так. Но вот такой фаст-тревел тоже неплох. Давай, короче, вези меня до 100 рентгена. Окей, подходи к машине, как будешь готов. Я уже готов, давай. Интересно, реализовано, хорошо. Я надеюсь, ты меня реально до 100 рентгена подвез? Да, слушай, смотри, прям у блокпоста долго припарковался и с ним же можно будет, если что, домой поехать. Хорошо, сейчас пока что потусим немного в баре. Надо что-то попродавать, я не знаю, ну, на 20 тысяч, надеюсь, у меня найдется товар, хоть какого-то готов пожертвовать. Потому что, что, ну, там, я уверен, половина хабара будет без дела до конца игры лежать. Во, у меня тут всякие грозы, калаши, МП-5, вот это. Я думаю, Петренко все это купит, натовские стволы он не покупает, наверное. Я, конечно, не пробовал, но обычно так оно и происходит. Гранаты подствольные, екарные бабай, да, они бы мне, наверное, самому пригодились, но, тем не менее. Так, канистры, канистры имеются. Топливо. Сука, неужели у меня нет топлива никакого? Офигеть, неужели оно все на кордоне? Ё-моё, походу на кордон придется кондёхать. Офигеть, я-то думал, у меня тут все есть, а у меня тут ничего нету. Ну, раз уж мы пойдем на кордон, я, наверное, возьму еще руки зомби, заскочу, Акиму сдам. Надо же когда-нибудь это сделать, верно? Чё с контейнером делать ума не приложу? Пока что. Ладно, пойдем продадим стволы, посмотрим, сколько денег нам за это дадут. Здорово, Петренко. Торговля. Ну и поехали. О, 24 тысячи. Четко, четко, отлично. На тебе вот еще подствольные гранаты тогда. Хотя они вообще дешево заходят, не, я их тогда себе оставлю. Ну тебя в баню. Да, с канистрами обулом. Ладно, надеюсь, у нас хватит бензина домой доехать. Сейчас тогда едем домой, я закидываю деньги в наш счет. Сколько у меня сейчас этого денег? 25. Все 25 тысяч закидываю. И потом, наверное, кондёхую на кордон. Сдавать ручки плюс... Что это? А, это стабилизаторы. Точно. Сдавать ручки плюс возьму канистры. Вот, поступим, я думаю, именно так. На кордоне, конечно, можно еще тогда сразу на военный блокпост за схемами сходить. Но я не хочу вообще, нет сейчас. Ни вайба, ни настроя, ни желания. Переться в толчок военных. Хотя, дело вроде простое. Толчок всего лишь-то и обратно свалить. Не знаю, короче, ладно. Поехали домой. Мы в темной долине. Какое у нас состояние грузовика? У машины проблемы с ароматизаторами. На каждой кочке будто палкой по жопе бить будет. Не критично, но приятного мало. Топлива меньше половины в данный момент. Понятно, понятно, короче. Это что? Я так понимаю, вот это вот с ароматизаторами проблема по кочкам бить будет. Это типа я буду спавниться с потраченным хп? Или на что это намек? Что это дает? Я не знаю. Свались, жирный, блин. Здорово. Как дела? 40 тысяч. Все так же. Хорошо, я хочу внести деньги на счет. 15 тысяч. Так, и еще десяточку. Все. Как дела? 65 тысяч. Ну все, у нас есть деньги на... Так, жирный. Пропусти лиса. И меня тоже. О, нифига, жирный сквозь прошел. Лис, проходи. Блин, ну пусть задрали, короче. Вас проще пролететь. Вот так вот все. Победа. Ну так, конечно, лучше не делать. Вроде я слышал, там это может что-то ломать. Я, конечно, слабо представляю как. Но я не мододел, не программист. Поэтому, как бы, ну его нафиг. Скоро курьера отправлю за поставками. Хорош. Правда, он уже вроде там где-то тусит, джусит. Как у нас в баре дела? Ну вот народ вроде пьет, бухает. Смотри, нормально все у них. Как дела? Продукты заканчиваются, а курьера пока нет. Понятно, ждем его. Дай мне водички. А то у меня кончается потихой грусти. Так, ну хорошо. Я тогда на кордон. Увидимся уже там. Точнее, у Акима. Для начала. Тут что-то я смотрю, бандитов развелось на КПП. Поэтому, готово. Аким, он тоже на шухере, бедняга. Надо похавать. Тут, я смотрю, у всех сталкеров раскидали. Все раскидали, блин. Кстати, протекто фуловое, пистолеты фуловые. Все фуловое. Учитывая то, что мне сейчас нужны некоторые деньги, я буду стараться подбирать фуловые стволы в отличном состоянии. Янтарь, старый тайник. О, с кайфом. Надо будет на агропром еще, ты что, завис погонять, кстати. Прогонять, блин, прогнать, сходить. Вы поняли. Там, может быть, батарейка будет. Помните, у нас же заказ на нее. Вот, принес тебе эти руки. Плохо, что их у одного организма всего по две. Трудно назвать это руками, но принимай товар. Правда, пришлось и маникюр сделать, а то из-за длины ногтей в рюкзак не влезали. Ты бы еще и педикюр завернул, мастер. Спасибо. Вот, как и обещал, держи награду, да ножницы наточи. Ногти ты-то криво подстриг. Уж как сумел, так и подстриг. Могу и твои бесплатно обработать. Опыт уже есть. Юмп, патроны разные. Не, я уж свои лучше сам обгрызу, чем тебе подстричь давать. Ты вон зомбакам их под запястье подстриг. Понятно. О, слушай, это тоже же сюжетка новая, да? Ну как, она не новая, она была в старых солянках, но только в некоторых. Например, в оригинальной 16-й солянке ее, как я помню, не было. И у ГСРовской тоже. То есть это, как я понял, нововведение 23-го у ГСРа. Вот. И в ОБТ, по-моему, эта сюжетка тоже должна быть, да? Или нет? Я вот не шарю за эту сюжетку, к сожалению. И можно ли, точнее, и нужно ли ее сейчас стартовать? Вот в чем вопрос. Ладно, давай пока вот этот диалог прожмем. Я опять насчет заработка. Яркий пример современного сталкера с финансовым уклоном. Сталкер-бизнесмен, пожаловал. Есть дельца одно. Я тут узнал, что существуют кое-какие документы, которые рассказывают, как создать одну очень важную для меня вещь. Сам ты торгуешь, бизнесмен, на кольчик. Что за вещь тебе потребовалась? Ты еще умом не дорос до нее. Мне нужны пока только документы. А что, умом растут? Не смеши мою за... Ну, короче, просто не смеши меня. Где искать эти доки? Да тебе палец покажи, ты до завтра смеяться будешь. Есть у меня записочка одна. В ней говорится, спрятал в надежном месте. Вход на свалке под крышкой люка. Остальную часть записки прочесть невозможно. И эта вся наводка под крышкой люка. Под крышкой какого люка? Хорошо, хоть на свалке, это рядом. Ладно, берусь, куда уж деваться. Но расчет должен быть достойным, готовься. Но это мы позже сделаем. Ну давай все-таки запустим старт сюжета семейный очаг. Я его никогда не проходил, не представляю о чем там. Неплохо ты устроился, Акимыч. Вдали от мирской суеты. С удобствами, можно сказать. Сейф, приемник он даже где-то надыбал. А мне негде приночевать, неприкаянному, ну вообще-то есть. Даже и не думай, меченый. Только этот аппарат и связывает меня с внешним миром. Вот если бы еще видик, так сказать, где-нибудь найти. Не криви рожу, горемыка. Не буду тебя просить найти мне видак, не паникуй. Но есть одно но. Прознал я, что в зону с большой земли по каким-то каналам поступают свежие номера журналов для мужчин. Как они там называются? Плейбой что ли? Неважно. Так вот, говорят, что там женщины пропечатаны, красоты неописуемой. И наши, и иностранные, и даже знаменитости засвечиваются иногда. А все знают в округе, что я тонкий ценитель женских изгибов и округлостей. Поэтому слеза прошу тебя, дружище. Принеси мне годовую подписку этих печатных изданий. А уж я тогда для тебя ничего не пожалею. Последнюю рубашку отдам. Что скажешь? Скажу, Аким, что ты старый развратник и извращенец. Видел я уже эти журналы, ничего особенного. Да и не до них мне сейчас. Но связи в зоне налаживать надо, даже с такими горячими перцами, как ты. Поэтому если найду эти веселые картинки, то только тебе одному и принесу. Не верю своим ушам. Вот это повезло мне с тобой. Эх, меченый. Что журналы? Вот если бы настоящую красотку повидать хотя бы издалека в бинокле. Вот это было бы приключение всей моей жизни. Мне это напоминает, напомнило сразу картинку, где мужик стоит. Короче, держится, да? Там вы поняли, за что их в бинокль смотрят. Это Аким будет по-любому. Но в зоне женщины не водится. Эта агрессивная среда не для этих хрупких созданий. Хотя сталкерня часто рассказывает байки про некую местную красотку, которая не покинула зону вместе со всеми. То ли сбежала от родителей, то ли от ненавистного жениха, кто правду знает. И с тех пор, говорят, ведет она дикий образ жизни. Всех сторонится, а нас, мужиков, так на снайперский выстрел даже не подпускает. Видно, кто-то ее здорово обидел. Так что ты посмотри по сторонам в местах жилых районов и помещений. Может, какой след и отыщешь. Да только близко к ней не подходи, застрелит и глаза не моргнет. И чего этим бабам вечно не хватает? А может, брехня это все? Но все же попробовать поискать стоит, черт побери. Может и брехня. Может и стоит попробовать поискать. Может и черт побери. Мне тоже чего-то не хватает. Своего личного пространства, что ли? Слушай, Аким, может ты знаешь, где можно безболезненно переночевать? Если что, а лучше денек-другой это спаться. Отдохнуть от беготни, так сказать, а? Советую ночевать только в обжитых сталкерами и торговцами местах. Сам понимаешь, монстров в зоне хватает. Вспомнил. И что бы ты без меня делал? Слышал я, что на болотах, на базе чистого неба, есть двухэтажная хибара. На первом живет старше этих оболтусов. Не помню фамилию. А второй полностью свободен. Живи, не хочу. Если до тебя еще никто его не забил, конечно, хе-хе. Благо, тропка на эти болота известна не всем, но это уже издержки производства. Короче, будет возможность, сходи, осмотри и обустраивай жилище в свое удовольствие. Неси мне журналы, ищи красотку. Если что, так и меня не забудь с ней познакомить. Запомнил? Да, дело не в проворот. Запомнить-то я запомнил, но чувствую, что не скоро нам это все улыбнется. Пока. Ну это мечный в точку, конечно, сказал. И тут у нас снова задания всякие. Найти припятскую пленницу, осмотреть второй этаж дома на базе чистого неба. Музыка какая-то заиграла. Это у меня эмбиненты включились? Нет, это какая-то своя музыка. Ладно, бахнем фляжечки и пойдем к Сидору. Все-таки решила, что не хочу пока сейчас за схемами этими лезть. Во, пять канистр здесь, е-мое. И РПК можно взять на продажу. А у короче наказ стрелка пока впадло. Спецзаданий нету. Остальное меня не интересует. Что у тебя там? Что ж, бандитов под земель агропрома? Эх. Нет желания, Сидор, нет желания, ты уж извини меня. Ладно, гон на агропром. Попробуем найти там батарейку. Ну, сделаем так. Если я найду батарейку, то я включу записи, покажу вам. Если не найду, то значит я сразу в баре буду. И там я уже продам все лишнее. Разгружусь, скину и пойдем на базу. Короче, есть две новости. Хорошая и плохая. Вам с какой начать? Ну ладно, начнем с плохой. Батарейки на агропроме не оказалось. В комментариях подметили то, что я вроде как батарейку эту, которая у меня ранее была. Одна единственная. И брал на болотах. Возможно так оно и есть. Я точно не помню. Во-первых, у меня память говно, сами понимаете. Во-вторых, это было... Ну, хотя, кстати, не так уж и давно это было. Я вроде солянку, кроме Беларуси, особо-то ничем и не прерывал, верно? Ну, короче, да. Не оказалось там нифига. И батарейки у нас пока нету. Зато хорошая новость. Пока я бегал, курьер написал в чат, что он выполнил задание. Вернулся на базу. Поэтому, возможно, сейчас наконец-таки у нас там будут поставки. Кстати, 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 кстати. Я бы продал свою протекту вместо вот этой. Она фуловая. 100% состояние, а у меня 82. Как бы логично, что нужно себе оставить. Ну, лишние 16 тысяч. Канистры. А, вот еще пистолет эти держи. 18 уже получается. Ну, вот еще. А, ему и тоже забери. Нафиг мне нужны, я им не пользуюсь. Я им тушканов погонял немного и все. Так вот. Вот это еще забери, сука. Постоянно забываю. Да, сейчас вернемся. Сдадим топливо. И посмотрим, что там. Как дела вообще у наших? Нормали или не нормали? Здорово, Жикарик. Принимай топливо. И еще, и еще, и еще, и еще. Все. На этом пока все. Как дела? Проблемы с ароматизаторами все так же. Топливо больше половины. Ну, и как бы, да. Хорошо. Посмотрим, что там курьер скажет нового. Ну, и вообще кто-нибудь что не скажет нового? Как там, поставки вообще заработали, не? А, курьера, сука, опять нет. Где ты есть? Надоел. Он вообще есть на базе? Или он все еще где-то отсутствует? Да нету его на базе, нифига. Как дела? Блин, какое помещение? Блин, я прожал диалог с помещением случайно. Мне не надо, на самом-то деле. Отстань, дай подумать. Ты заманал, понял? Придурок. Ладно, пошел в жопу. Через бармена узнают, что там. Что у тебя? Продуктов пока хватает, торговля потихоньку идет. Найс, найс. Походу, курьер действительно что-то доставил. И, наверное, он сразу свалил на следующее задание. Ну, как, не то чтобы прям задание. На следующую поставочку. Свалил. С прохода жирный. Как дела? Так, на нашем счету 74 тысячи. То есть, стало больше, чем было. Расходы составляют 110 рублей в час. Доходы 4 тысячи рублей за последний час. И того, к концу дня наш баланс рождается 113 тысяч. Это найс. Это просто найс. Как дела? На охране Никита Адвоката из Ветеранов. Понятно, всего один у нас ветеринар. Пока что на охране. Ну, слушайте. Здорово, здорово. Я вот, наверное, еще деньги вложу, да? Почему бы и нет? Или вложить там, на базе. Что думаете, в лощине? Тоже им капитал стартовый в 20 тысяч сколотить. Я думаю, неплохо будет. Вопрос в том, как мне, сука, курьера выцепить? Где он? Мне же, наверное, с ним поговорить надо. Или не надо? Или я же вроде ждал, пока крот до базы нашей дойдет. Что-то такое же было, не? Что я жду вообще? Что мне надо по базе делать дальше? Не совсем понимаю. С нашего филиала к нам пока никто не пришел. Что ты скажешь, торгаш? Потихоньку работаем. Торговых ресурсов достаточно. Ну, торговля у тебя все та же. Ладно, пойдем с Жекой скатаемся в лощину. Закинем пацанам денежки. А там посмотрим. Так, да мужиков тут по-прежнему трое. Ясненько, понятненько. А крот даже никуда и не выдвигался. Кротяра, че ты? Как дела? Все по нулям. Короче, давай. Вот вам бабули. Еще давай. Все. 20 тысяч я вам закинул. Делайте с ними что-нибудь. Ну, че могу сказать? А, привет. Что-то ты с тоской какой-то на наш грузовик смотришь. Что есть, то есть. Устал я уже с ним ковыряться. Хлам он и в Африке, хлам. Не сегодня, так завтра развалится к чертям собачьим. Нужен все-таки техник толковый, как ни крути. Да я помню, только где искать-то? А ты у Лиса спроси. Я уже и ему, и халяве говорил, что техник нужен, кровь износу. Лис сказал, что сможет этот вопрос с тобой утрасти. Сходи к нему, пожалуйста, разузнай. А то без машины по итогу останемся. Жалко трудов-то. Понятно, схожу сейчас. Что у нас по топливу? Фил объявил цену на литр горючки. Мужики иногда даже что-то приносят в канистрах. Однако все равно этого мало. Нам бы более крупные поставки. Хм, ну ладно, попробую решить этот момент. Так, а ведь ученым на интере доставляют на вертушках все, что они просят. В том числе и топливо для генераторов. Может получится, чтобы и для нас запас был. Схожу к ним, поговорю. Добро, буду ждать хороших новостей. Давай домой сначала. О, темная база, семакрест. Все, серому ресурсы передал, деньги забрал. Возвращаюсь. Давай, возвращайся, где ты там есть. Привет, Лис. Ну что, машина готова, вы тут как? Я готов. Мы с халявой обратились к ребятам на болотах. Попросили помочь с определением местоположения последнего сигнала с ПДА Михи. Какого Михи, подожди, ничего не понял пока что. И что, они ответили, есть результаты? Да, примерно место показали. Тут вроде не слишком далеко. Его ПДА до сих пор периодически регистрируются... Так, подожди, давай сначала по поводу техника поговорим. Да, слушай. А, вот это по поводу Михи как раз таки. Помнишь, я все говорил, что товарища одного жду? Так вот, это был один кореш мой, только навстречу он так и не пришел. Еще и на связь перестал выходить, как назло. А он ведь как раз автомехаником раньше работал. Миха его зовут. Вот только из-за долгов в зону полез, а золотые же руки. Волнуюсь за него теперь. Он не говорил, что у него есть какие-нибудь проблемы? Неа, перед уходом лишь сказал, что дело одно надо сделать. И даже не обмолвался, куда и зачем он направляется. А потом вдобавок еще и выброс грохнул. И все, больше он на связь не выходил. Некрологов с ним не было в сети. Да сплюнь ты. Наоборот, сегодня онлайн его увидал мельком. Поэтому и есть надежда, что он еще жив. Может соберем наших, да поищем его. Тем более, раз и машина есть, и механик нужен. Что ж, можно организовать рейд и поискать твоего товарища. Обсуди этот момент с халявой, накидайте план действия, а я пока на янтарь двину. Попробую о топливе договориться. Может, где-то я в другом месте горючку найду, как пойдет. Но без бензина мы далеко не уедем, это факт. Ехать пока непонятно, как далеко. Так что полбака нужно железно. А ведь еще и возвращаться. Ну машина у нас готова, но по поводу поставок, я думаю, все равно надо договориться. Ну давай, ладно, пока съездим сами. Ну что, машина готова, вы тут как? Я готов. Мы с халявой обратились к ребятам на болотах. Попросили помочь с определением местоположения последнего сигнала с ПДА Михи. Ну и что, и где он? Его ПДА до сих пор регистрируется в сети, но на очень короткое время, а затем снова пропадает. Чертовщина какая-то. Да, ну что, значит нужно ехать разбираться, кто еще с нами будет. Халява остается на базе управлять, он не боец. Получается, что едем ты, я, водила наш, ну и должников с собой возьмем. Я с ребятами уже поговорил, они не против. Да и сружились мы тут уже более-менее. Сказали даже, что главному не стану докладывать, мол, пост свой покидали. Официально лишь только на базе у нас должны быть. Приятно слышать, что не все еще среди служивых прогнили. Ну что, если все готовы, то выдвигаемся. Да, погнали, подходи к машине, как снарягу подготовишь. Если нужно что-то, то в железный ящик синего стены загляни. Мы туда складываем периодически всякое для экстренных случаев. Да, я это для экстренных случаев продал. Или не продал? Нет, не продал, с собой таскаю. Ну ладно, это все мне получается. Че скажешь, ничего? Ну я к машине. Где мы? Значит так, мужики, это красный лес. Че, подожди, это рыжий лес, реально? Офигеть, а я не рано тут заказался. Сигнал ребята ловили откуда-то отсюда. Судя по всему, нам в эту пещеру, больше вариантов нет. Как действуем? Мечные Жека, вы остаетесь охранять вход. Мы с парнями прочесываем эту пещеру. Если что, сразу сообщаем по рации. Внутри может быть все, что угодно. Ну все, выдвигаемся. Договорились, не пуха. Да, это реально рыжий лес. Лоу. А у меня вообще переход сюда есть, давайте посмотрим. Ну, красный лес АТП. Да нет у меня никаких переходов. Ни со складов, ни откуда. Радар-янтарь есть. Забавно. Офигеть, ну ладно. Че скажешь? Ничего не скажешь, ладно. Стоим, охраняем. Я пока, кстати, протекту на вооружение возьму, а то оно у меня в инвентаре валяется просто так. Че сказал? Вы слышали, че он сказал? Осуждаю, блин. Это вы вообще-то нарисовались, а может он про себя как раз? Мы-то тут стояли мирно. Дайте вам, ловите. Сука, они по КАМАЗу стреляют, не стреляйте. У меня аж зависло все. Вот ненавижу рыжий лес. Перестрелки в рыжем лесу, это сущий ад. Блин, перезарядка. Не знаю, со всеми ли. Ай, блин. Обрезы чем-то взял, разобрались. Но какое-то количество бандитов мы положили. Че ты там агришься? Еще не все? Или там в тоннеле кто-то напал? Ща посмотрим. Тут вроде тоже какая-то перестрелка была. О, ты кто? А, это Миха, наверное. А с кем тут война? Тоже с бандитами. Ну наши бессмертные вроде. Нифига ты тут напускал дыму. Кто-то раненый, подожди. Или мне послышалось? А, во, слышь. Погоди, сейчас попробую использовать стабилизаторы. Че за бред? Долговцы недовольны, что я вылечил бандита. Ну вот, вроде вылечил. О, научной аптечкой мажется. Тебе вообще нормально, мужик. Научная аптечка, е-мое. Ну все, он вроде свой. Надеюсь, он не станет врагом. Так, в кого стреляем? А-а-а. Ну это действительно опасные противники. Вот как с ними надо, смотрите. Ать-два, ать-два. И пиздюлей получил. А, подожди. Они еще бэкфлипы делают. Там взрывчатка. Блядь. Шахид-крыса просто. А, все, уже отагрались? Ну и ладно, в жопу этих крысок, согласен. Нафиг они нужны. Так, ну что, пока что они ничего не говорят. Ой, там походу бандиты взорвали, судя по звукам. По друг другу не попадите только. Не, ну крыски-суицидники, это, конечно, вообще пипец. Ладно, надо с Мишаней поговорить. Он там, наверное, уже вышел из тоннеля. А вот и он. Живой? До машины дойдешь? Да. Давай, держи, сейчас валим отсюда. Че, мы валим? Или еще нет, я у машины. У нас тут дверь отвалилась, машина горит. Че вы там? Че мы мутим-то? Ну что? Все, Миху спасли, валим нахер отсюда. Окей, в машину. Че тут опять бандиты отспавнились? Сколько можно, лис, блин? Когда у нас уже бандиты перестанут спавлиться? Ладно. Ну че, Миха, ну что рассказываешь? Что за шпана была, которая тебя чуть не пришила в пещере? Я сам не верю, что все уже закончилось. О, долго из-за него встал. Меня еще и толкают. Спасибо, друзья. Ладно, давай дождемся, пока Миха куда-нибудь присядет. Ну все, Миха занял диван медика. А медик че? Медик патрулирует. Я и сам не верю, что все уже закончилось. Да попросил меня один вояка УАЗик починить, да перегнать. Но только тихо. Денег вперед за молчание дал. Говорит, через пару дней дам сигнал и гони его в этот лес. Там сослуживцы встретят. Ага, встретили мля. Походу машина с каким-то товаром должна быть. Бандосы меня тормознули, начали копаться в ней. А после как... Сука, медик, придурок. А после как левак почуяли, так давай полить. Ну я сюда бежать. Только между деревьями и успел шмигать. А если бы они подвоха не заметили, просто тачку приняли, то один хер меня бы из-за твояка списал бы потом. Да, случайностей случайными не бывают. Вовремя мы, получается, подоспели. Лису спасибо, его инициатива. Ух, Лисия морда, в который раз меня выручает. Я теперь перед всеми вами в бесконечном долгу. К воякам больше не ногой. Да и на кордон мне теперь нельзя тоже. Может, хоть вам смогу быть полезным чем-то? А вот это очень правильный вопрос. КамАЗ, на котором мы сюда вернулись, еле живой. Ну ты и сам это, наверное, уже заметил. Его периодически чинить и обслуживать надо. Лис сказал, ты парень рукастый. Вот это тебе и можно поручить. А взамен будешь у нас тут жить под защитой. Если согласен, то в соседнем здании есть очень хорошая мастерская. Можешь взять ее на заметку. А по рукам? Мне сейчас некуда податься, на дом не надо. А у вас тут в разы безопаснее, чем где-либо. Мне все нравится. Сейчас я дух переведу, себя в порядок приведу. И пойду тогда территорию осматривать, да машиной займусь. Кстати, мне ведь для ремонта машины ремноборы будут нужны. Без них никак. Так что, если будут любые лишние, приноси. Как дела? Короче, всего достаточно машины на ходу. Окей. Жирный свали. Лис ничего не говорит нового. Никита адвокат охраняет. Как обстановочка? Доходы 0 рублей. Ну пока что мы вроде все еще в плюсе, да? Курьер идет домой. Закупился на 25 и кучи там сотых тысячных процентов ресурсов для торговли. Ясненько. Че по репе? Великолепное. Ну и замечательно, в принципе. Это я возьму. Так, че теперь? Че теперь? С кем мне говорить? С кем не говорить? Ну вообще, с Сахаровым, наверное, надо будет договориться по поводу поставок бенза. Дэмс. Ну ладно. На этом пока что я буду заканчивать, господа. Всем спасибо за просмотр. И перед тем, как я закончу, я предлагаю выпить водочку. Или пиво. Не, водочку. Водочку за моего друга Никиту Бикинеева. Которого сегодня утром забрали. Все. Пипец. Его не будет целый год. Мы с ним Беларусь проходили, если кто помнит. Ну и в целом, я просто с ним уже 6 лет знаком. Грустно. Грустно все это. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии Солянки. Вступайте в группу. Заходите в телегу. Все есть в описании. В описании есть также ссылка на плейлист. В случае, если вы не видели прошлые серии, обязательно посмотрите их. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok